Захочет, он придет. Вот с этим аргументом согласен. Преступник придет. Дальше. Как от него защищаться? Что с ним делать? Да, теоретически я имею право иметь кухонный нож дома. Но иметь здесь при себе кухонный нож я уже права не имею. Нельзя. При этом, извините, кухонным ножом бандита не напугаешь. Потому что он меня будет убивать издали, увидев кухонный нож. На сегодняшний момент вы можете иметь травматический пистолет. На сегодняшний момент я имею травматический пистолет, но это понятие одного ряда. И я говорю, чем травматический пистолет хуже и страшнее. У меня нет тормозов. Хорошо. А как сегодня тогда защищаться россиянам? А вот трагедия в том, я очень долго был против идеи оружия вообще. Все эти слова я произносил сам очень долго. Пока я не обнаружил, что сегодня гражданин Российской Федерации защититься не может никак и ни от чего. Недавний случай из города Москвы. Открывает девушка дверь, там стоит 4 человека и предъявляет ей законные документы, что она здесь никто, она им эту квартиру подарила. Ну, таких случаев очень много. И она достает пистолет и начинает стрелять. На самом деле, Олег, это на самом деле очень серьезный вопрос. Ровно так. Сейчас я не про девушку говорю. Олег, как россиянам защищаться? Вот вы, депутат, вы принимаете законы в том числе, поправки выдвигаете. Вы думаете о том, как защищаться нашим российским гражданам? И что делать, чтобы потом не сесть в тюрьму? Потому что это тоже проблема. Ну, давайте начнем с того, что у нас много законов принятых. Есть хорошие законы, которые, к сожалению, не работают. И те люди, которые должны... Давайте конкретно. Я конкретно, конкретно. Ведь, смотрите, сегодня любой гражданин, и можно много примеров привести, когда люди применяли самозащиту, ну, как они считают, и суды рассмотрели их действия как превышение защиты, как нападение, и люди получают сроки. О чем это говорит? Опять же, продолжение то, что говорил я раньше. Сегодня мы, к сожалению, вот суды сегодня настроены на то, чтобы принимать обвинительное решение. Почему? Потому что следственные органы недорабатывают, некомпетентны, слабы. И поэтому все настроено именно в этом направлении. И когда мы говорим о том, что человек, который сможет применять оружие, пример, в магазин, когда пришел вооруженный бандит, и человек 5-6 оказались в этом магазине тоже с оружием. И когда они начинают стрелять, не понимая, кто из них бандиты, кто не бандиты, потом будет тяжело разобраться. Так пришел один бандит с пистолетом и убил всех. Потом, может быть, суд, но этих людей уже не вернуть. Вот хочется, Олег, очень важный вопрос, я бы хотел, чтобы вы на него ответили. Как людям, вот я вашу позицию понимаю, вы против оружия, и вы это аргументируете, но какая альтернатива? Как человеку, не имея оружия, имея запрет на травматику, как ему защититься от преступника? Ответ прост. Должны работать наши правоохранительные органы, должна работать система безопасности и реагировать на все эти вопросы. Она работает на сегодняшний раз? К сожалению, нет.